Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаете. Мне кажется, что одна из вот таких достаточно ключевых проблематик здесь заключается в том, что вы изначально хотите быть хорошей женой. То есть у вас изначально есть какая-то такая позиция, что жена вы плохая и изначально есть какая-то такая позиция, что вы должны что-то сделать, чтобы быть хорошей. Чтобы быть хорошей женой. Вот. То есть почему-то есть у вас такая мысль. Но я полагаю, что вы согласитесь, например, со мной в том, что если такие мысли у вас возникают, то значит скорее всего вы уже допустили тот факт, что вы плохая жена. То есть почему-то вы уже этот факт допустили. И мне кажется, что с этим фактом, вы уже приходите к своему мужу. Ну не только на самом деле к мужу, мы приходят с этим фактом, как мне кажется, в свою жизнь. Вот. И вообще говоря, это довольно важный момент. Потому что пытаясь быть хорошей, вы, грубо говоря, себя предаёте. Вот. Вы предаёте себя, потому что получается так, что вам необходимо себя менять, чтобы быть хорошей. А менять себя, это значит предавать себя. Потому что если изменения, вызванные желанием сердца вашим, например, то они вообще, говоря, довольно простые. Эти изменения и не требуют каких-то особых вообще от человека усилий. Вот. Но вы, грубо говоря, требуете от себя довольно много, многого. Требуете от себя быть хорошей. То есть, ну можно считать идеальной женой. Вы требуете от себя быть идеальной женой для своего мужа. Вот. А идеально быть невозможным. Потому что у всех у нас есть свои недостатки, у всех у нас есть свои, ну, особенности. У всех у нас есть свои, какие-то моменты, да, вот. И получается, что данный аспект вами игнорируется. И получается, что быть самой собой вы не можете. И получается, что вы находитесь в постоянном напряжении. И получается, что вы себя не слышите. Коли вы себя не слышите, то, естественно, вы себя обделяете. И обделение себя. Игнорирование обделения себя. Проявляется в виде как раз таки негативных мыслей. Которые вы ощущаете. И которые тоже пытаетесь подавлять. Но если бы вы, например, были бы к себе более внимательны, если бы вы позволили себе проявлять с мужем и со свекровью то, что является вашей сутью, вашей природой, то, что является вами настоящей по факту, то ситуация бы складывалась гораздо, гораздо бы лучше. Ну просто потому, что вы были бы сами собой. Да, ваши отношения, они были бы другими. Безусловно. Безусловно. И есть некоторый риск того, что, возможно, именно с этим мужчины не были бы вместе. Возможно. Хотя это не факт. Но возможно. Но взамен вы бы получили для себя такую возможность, возможность быть собой. не бороться с собой. Как это вы делаете сейчас. Вот. Парбе ведь практически на постоянной основе проявляются такие чувства, как страх, злость, обида, агрессия, боль, ненависть, контроль, подавление. Ну, условно говоря. И со всем этим вам приходится иметь дело. Что, конечно, очень и очень тяжело. Вот. Тяжело и энергетический отрат. Что вполне логично. К сожалению. Поэтому важным моментом здесь, на мой взгляд, является именно именно точка, когда вы перестаете быть собой. Точка, когда вы пытаетесь быть каким-то другим. Не собой. И пытаетесь быть не собой, как женой. Со своими, там, ну, не знаю, особенностями, да. Со своими переживаниями. Вот. Со своими моментами слабости, например. Вот. А вы пытаетесь быть кем-то другим. Вот. Может быть вы пытаетесь, не знаю, быть идеальной женой. А идеальной женой вы не являетесь. Потому что никто не является идеальным человеком. Вот. И в этом контексте. Как мне кажется. Вы о себе забываете. Вы забываете о себе об этом контексте настолько, что... Что злитесь. Вот. Что злитесь. Вот. Что он... Истязает из себя. 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 Вот. Мучаетесь чувством, ну, чувством вины. Вот. Которая, ну... Которая у вас возникает. Потому что... Вы вмешиваетесь на постоянной основе... В этот... Ну, в этот... В этот... Процесс, да. Процесс... Процесс жизни. Вот. В свой собственный... По сути... Процесс жизни. Вы в него вмешиваетесь. Вот. Поэтому... Поэтому... Сейчас на данный момент... У вас все так... Плохо. И... Когда вы говорите, не понимаю, откуда... Это все... Это все у меня. Это не так важно. По крайней мере... С моей... Точке зрения. По крайней мере... С моей... Пози... 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 Это не так важно. Вот. А... Гораздо важнее... На мой взгляд... Взгляд... Это то, как это у вас происходит. То есть... Гораздо важнее то, как вы... В этом... Состоянии... Оказываетесь. Вот. Потому что... Если... Например... Вы... Обратите... Своё внимание... На вопрос... Который вы задаете... То он звучит предельно... Стереотипно. Стать хорошей женой. Вот. Но... Не только... Не только стереотипно звучит. Он звучит еще и очень... Ограничивающий вас. Потому что... Вы... Для своего мужа можете быть... Не только женой. Вы... Вы можете быть... Для своего мужа и... Ааа... Другом. Вы можете быть... Для своего мужа и... Ааа... Партнером. Вы можете быть для своего мужа... Ааа... Кем угодно. На самом деле. Вот, если только такое желание у вас, ну, будет иметь место, вот, вы можете быть кем угодно, но вы пытаетесь, как мне кажется, поместить себя вот в эти рамки и, ну, отводите свою роль или, может быть, правильная сказать, сводите свою роль, только вот к, вот, может быть хорошей женой. А это стереотип, вот, который для вас слишком те, и все ваши чувства, как мне кажется, все ваши эмоции, как мне кажется, борется против этого. Борется против того, чтобы себя пытаться как-то огранишивать. Вот. Лично мне кажется так, лично мне видится этот момент таким. Вот. Понятно, что я могу быть не прав, понятно, что у вас могут быть, эм, ну, другие мысли, эм, на этот счет, вот, у вас, может быть, другая позиция, вот, но я думаю, что, эм, основной такой момент заключается в этом, как мне кажется. Вот. Другой вопрос, эм, что вы будете с этим делать, да? с этим делать, да? То есть, вот. Другой вопрос, как вы будете с этим обходиться. Вот. Условно говоря, если вы признаете, если вы сможете признать, что вы не подходите под этот образ, ну, который пытаетесь себя загнать, если вы признаете, что вы больше, если вы признаете, что вы ценнее, полнее этого мифического, не побоюсь этого слова, образа, то у вас появится реальный шанс строить новые, искренние, чистые отношения. для этого, да? Для этого, да, нужна определенная смелость, для этого, да? нужна определенная выдержка, для этого, да, нужна определенная находчивость, определенная настойчивость. Это правда. Вот. Захотите ли вы этого? Вопрос. То есть, повторюсь, ключевым моментом, на мой взгляд, здесь является именно то, что вы себя игнорируете. Вот. И пытайтесь быть хорошим для всех. что невозможно, в принципе, вот что может вас обесценивать, ну, потому что другие люди чувствуют, что вы пытаетесь сделать. другие люди видят это, как вы пытаетесь, и видят, как вы себя вините, когда у вас не выходит. А видя то, как вы себя вините, когда у вас не выходит, начинает винить уже раз. Ну, и кроме того, ведь вы очень непостоянны, когда стараетесь себя вести таким образом. Понятно, что человек сам по себе существо непостоянно. Это понятно. Но, мне кажется, что важным моментом является то, что вы не естественно непостоянны, что вы из крайности в крайность. пытаетесь, то вы максимально, я бы даже сказал, предельно пытаетесь, ну, чего-то заслужить, да, там, к примеру, пытаетесь заслужить одобрение, да, пытаетесь получить это самое одобрение, вот, то вы ведете себя напротив достаточно агрессивный испуг, чего люди, конечно же, не могут понять, не могут понять, почему вы ведете себя вот таким образом. Людям это понять достаточно сложно, как мне представляться. И винить за это людей, конечно, не нужно. Но вам не остается ничего другого. Ведь вы чувствуете себя неудовлетворёнными во всех отношениях. Вот. Вы чувствуете себя измождёнными и уставшими. Потому что стараетесь, 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 а в итоге ничего не получается. Что больно, это тяжело, это обидно. Поэтому я думаю, что ваш путь лежит в каком-то контексте именно через личный рост, через замечание своих особенностей, вот, и размещение их в контакте с другими людьми. Возможно, сначала научение это делать. Возможно, вы не умеете, потому что, повторюсь, вы пришли в отношениях с мужем своим, вероятно, уже с определёнными ограничениями. Это значит, что вы пришли уже с установкой, например, что я должна быть хорошим, например. Вот. Если я, там, нехорошая, да, то всё. Я плохая. Надо быть хорошим. Для мужей, для своего рода. Но ведь хорошая, это оценка. Оценка всегда субъективна. Но всегда субъективна. Но всегда. 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 Вот эта оценка. О. Я бы сказал. Она постоянно. Эта оценка. Вот. В том смысле, что человеческая суть и природа более нет. Вот. Вот. Человеческая суть и природа более подвижна. Вот. А вы этого, я боюсь, не учитываете. Хотя, учитывать это необходимо. Если вы хотите просто устраивать искренние такие вот тёплые, лёгкие отношения. Понимаете, в чём штука? Поэтому я думаю, что обратить вам своё внимание нужно на эти вещи. На то, что я себе зажимаю, как я это делаю, почему я это делаю, что я себе подавляю, например. И дальше уже смотреть, как это можно выражать. Потому что именно таким образом я бы сказал, что вы получаете возможность для себя выстраивать искренние теплые отношения с людьми. Во всех остальных случаях, к сожалению, вы ни много ни мало обречены на вот такой момент, ну, на такой момент постоянной борьбы. Вот. На такой момент постоянного внутреннего напряжения. По сути. в том числе. Вряд ли это для вас хорошо. Вряд ли подобное для вас именно то, чего вы хотели для себя. Ну, может быть не всю твою жизнь, но вряд ли. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, это из детства, то, что вы описываете, то, как вы это описываете, это из детства. Это из детства. Это из детства. Вот он. Это, в общем-то, корректируется. И корректируется достаточно неплохо. Если вы хотите над собой работать. Вот. Понимаете, вашему мужу, я подчеркну, именно мужу, не секрогу, нужна не хорошая жена. А просто жена. А просто жена. Понимаете? Я бы сказал даже такое слово «человечное». Вне всякого сомнения вы, когда требуете от себя быть хорошей, вы запрещаете быть человеком. Вот. Вы запрещаете быть в себе несовершенной. Вот. И это, в общем и целом, и человек рядом с вами, вот, например, за тому же вашему мужу, не дает почувствовать себя тем же самым человеком. Что касается швей крови. То, безусловно, она будет требовать от вас быть идеальным. Но стоит ли прислушиваться к ее требованиям? По крайней мере, стоит ли прислушиваться ко всем ее требованиям? Это вопрос, на мой взгляд, остается открытым. Этот вопрос, на мой взгляд, вам, вероятно, еще предстоит себе задать. На мой взгляд, еще нужно найти ответ. И он находится внутри вера. В чем-то, я думаю, вы со своей свекровью согласны что-то соответствует вашим, например, ценностям. А что-то нет. Что-то, что-то не соответствует вашим, вашим ценностям. И мне кажется, что задачей психотерапии будет как раз таки разведение этих понятий и признание того, что эти две, на первый взгляд, противоречивых вещи могут существовать в одном человеке, а именно в вас. Ну вот, какой-то, какой-то, такой, примерно, ответ я мог бы и хотел вам дать. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что было интересно. Желаю вам всего самого доброго.